На протяжении 8 лет темы чемпионата варьировались от планетарных, добыча полезных ископаемых на Луне, инверсии магнитного поля Земли, до актуальных на сегодняшний день. Проблемы водных ресурсов, трудноизвлекаемость запасов углерода. В этом году тематикой стала разработка месторождения сланцевого газа. На чемпионат съехались школьники из разных регионов и субъектов Российской Федерации, Оренбургской, Московской, Челябинской областей, а также из Республики Казахстан и Республики Беларусь. У нас такой состав участников сейчас собирается, потому что это интересный формат мероприятия для ребят. Во-первых, это командное соревнование на интересную тематику. Сам в себе кейс представляет проблему, которая не имеет однозначного конечного решения. Всего за неделю до старта школьникам назвали тему кейса, чтобы они, используя теоретические знания и опыт участия в других олимпиадах и исследовательских проектах, смогли придумать методы разработки сланцевого газа и подготовить презентацию для выступления. Порядок команд определялся жеребьевкой. Каждой группе на доклад отводилось не более 7 минут. Также важным условием было наличие названия команды и отличительного знака, выделяющего ее среди остальных. Участвуем второй год в геокейсе. Это очень интересная задача для школьников, потому что у метода, который дают судьи, еще нет именно какого-то варианта разработанного. Поэтому мы разрабатываем по своим знаниям метод, который кажется, что он будет для нас более перспективным и интересным. Мы готовились несколько дней. Довольно большой командой. Половина из нас не приехала, но это не значит, что они не участвовали в проекте. Мы собирали информацию, много читали, книги, статьи. В целом узнали очень много нового. Решение учебных кейсов оценивало жюри из числа профессорско-преподавательского состава Казанского федерального университета и представителей производственных геологических организаций. Оценка складывалась путем суммирования подсчетов всех экспертов по каждому критерию, в которых учитывались оригинальность решения, наглядность научной идеи, умение вести полемику и другие. Не обладая еще большим объемом профессиональных знаний, они не обладают, соответственно, стереотипами. Поэтому они могут произвести такое решение, которое, скажем, специалист не может сформировать в силу того, что он мыслит уже под грузом своих знаний и знает, что некоторые вещи невозможны. Они оказываются возможны, и о них только надо предложить и сделать. Чемпионат по решению геологических кейсов – это не только площадка для научных открытий, но и место, объединяющее школьников со всей стороны и за ее пределами. Такие мероприятия важны для формирования у подростков навыков бережного отношения к природе, побуждения научно-познавательной активности и развития способностей школьников и их профессиональной ориентации. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универновости.